Доброе утро! На календаре уже... 31 января, декабря. Я уже все в датах запутался, потому что зима заканчивается. Зима ближе к своему логическому завершению. Во всяком случае, январь. Вот мы к нему подошли к окончанию этого первого месяца года. Да, последний день января. Провожаем его весело, задорно, с хорошим настроением. Середина недели, если быть точными, среда сегодня. Сегодня. Катерина Винокурова, Павел Танин. Просыпаемся вместе с вами или будем вас... Ну, проснулись мы явно раньше, чем телезрители, а вот разбудить и настроить на хороший день – это всегда пожалуйста. Итак, сегодня, что нас ждет в течение ближайшего часа? Вместе с жителями Набарского района мы порадуемся первым лучам солнца. Да, а также переместимся на Сахалин, как мы это делали, в принципе, и вчера, и узнаем, вот, собственно, непогода, которая там была, как теперь она приносит радость людям, причем местами такую опасную радость, я бы сказал. На очень такую важную тему мы поговорим с гостей нашего эфира о том, как распознать онкологическое заполевание. Да, и еще немножко затронем тему с еще одним гостем, поговорим об одном телевизионном проекте, который в прошлом году уже в эфире нашего телеканала был. И довольно успешно стартовал, прошел. И успешно стартовал, да, значит, и самое время для второго сезона. Да, ну и это и не только ждет вас впереди. Ну, а мы продолжаем, и такая вот хорошая новость в эти дни, жители арктических районов после долгой зимы, полярной ночи радуются первым солнечным лучам. Так, в селе Соскылах Аннабарского района состоялась ежегодная церемония встречи солнца. Жители села собрались возле улусной гимназии, чтобы отметить это долгожданное событие. Алгасчет Гаврил Толбонов провел обряд благословения, а затем и обряд очищения дымокором, символизирующий изгнание негативной энергии и благословения на весь год. Люди радовались первым робким, но ярким лучам солнца, озарившим окружающие холмы. Сельчане сфотографировались на фоне солнца, отправляли свои фотографии родным и близким. Организаторы праздника провели конкурс национальных костюмов, спортивные соревнования среди школьников, в которых с азартом приняли участие все желающие. Традиционный праздник встречи солнца обычно проводится в конце января на протяжении многих лет. Долгожданное событие ждут и млад и став. На самом деле, эта полярная ночь, мне кажется, это очень тяжелый период времени. И я, наверное, восхищаюсь даже людям, которые живут в арктической зоне, которые эту полярную ночь достойно переживают. И вот, в принципе, оправданно радуются первым лучикам солнца. Поистине настоящий праздник, согласись? Конечно. Ну а тем временем сахалинцы вспомнили популярные два года назад челлендж и решили снова открыть окно в сугроб. Видео с прыжками в снег набирают популярность в социальных сетях. Жители Южно-Сахалинска, несмотря на сложности, которые принес снежный циклон, веселятся и радуются огромному количеству снега. Сахалинцы устроили соревнование, кто грациознее, эффектнее прыгнет и занырнет в высоченные сугробы. Двухметровые горы снега стали для жителей региона своеобразным морем. Сахалинцы прыгают из окон в сугробы и снимают все это на видео. Делают это они по-разному. Некоторые даже умудряются выполнять нечто похожее на сальто. Эффектнее всех прыгнул мастер спорта России Дмитрий, который вылетел из окна второго этажа. Жена выгнала из дома, но уходим красиво, подписал вот так спортсмен свою видеозапись. Девушки на Сахалине не отстают от закаленных мужчин. Например, жительница Корсакова Виктория порадовала подписчиков, устроив купание в снегу в одном купальнике и шапочке. Следует отметить, что подобные прыжки, конечно же, весьма опасное развлечение. Под пухлыми, с виду очень мягкими шапками снежных масс могут скрываться злополучные твердые предметы. Кроме того, неунывающие во время настоящего снежного коллапса сахалецы параллельно запустили другой челлендж. Не дожидаясь коммунальных служб, люди с лопатами выходили на улицы и чистили снег. Напомним, на Сахалине несколько дней бушевал сильный циклон. В связи с этим в регионе даже ввели режим чрезвычайной ситуации. Ну вот, на самом деле, тоже хороший пример того, как не нужно унывать в любой ситуации, пытаться все это обернуть в такой позитивный ключ, радостный, какое-то развлечение в этом. А ты бы рискнул, Паша, так сделать? Ну, без одежды вряд ли, конечно, но в пуховике и так далее я бы, наверное, даже попробовал. Ну, с другой стороны, мы понимаем, мы говорим про двухметровые сугробы снега, и вот так прыгнешь, а там столб фонарный. Да, действительно, может быть опасно. И на столбе останешься, получается. И как бы человек-столб. Поэтому лучше не повторять. Да, ну, кстати, говоря про снежное, я тоже недавно на просторах сети видел замечательный ролик и замечательную новость. Возможно, даже на Сахалине это было, как парень пробирался через сугробы к пиццерии одной, пробирался долго-долго, по камерам видеонаблюдения его зафиксировали, подергал дверь, хотел пиццу купить, а она закрыта. Да, закрыта. Они потом нашли, да, владельца пиццерии его, и сами с ним связались и пиццу доставили, он там выбрал, покушал. То есть за такое рвение его... Наверное, бесплатно еще. Возможно, подробностей не знаю, но вот рвение его они оценили. Да. Что ж, а мы переходим к другим новостям, с которыми нас ознакомят наши коллеги. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. Несмотря на ужесточение льготной ипотеки, новостройки продолжают дорожать, сообщает портал МирКвартир. В январе в среднем по 70 крупнейшим городам цена нового квадратного метра поднялась на 1,8%. Сильнее всего новое жилье подорожало в Череповце, Уфе, Саранске, Набережных Челнах и Махачкале. В Москве квадрат подорожал на 0,4%. Напомним, что в конце декабря ужесточились условия льготной ипотеки на новостройки. Был увеличен первый взнос, снижена предельная сумма кредитов и уменьшены субсидии банкам за выдачу таких кредитов. В ответ ряд крупных банков в январе объявил, что не будет выдавать льготные кредиты, если застройщики со своей стороны не будут их субсидировать. Модернизацию и ремонт 13 школ ввод в эксплуатацию двух пристроев к ним реализовали в Якутске в прошлом году в рамках национального проекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Сообщается, что в эксплуатацию ввели пристроек школе номер 26 столицы республики на 315 мест и хатасской школе на 120 мест. Также открыли кванториум в Сахаполитехническом лицее города. К тому же в ушедшем году в Якутске по национальному проекту строили одновременно 6 объектов образования. Также в ноябре прошлого года прошел госэкспертизу проект возведения нового здания школы номер 1 на проспекте Ленина. Также в столице республики разрабатывают документы на создание пристроек школы номер 17 и дополнительного здания школы Центрального центра глобального образования. В этом году планируется запустить проект «Профессиональные няни детям». В его основе идея предоставления бесплатной услуги сертифицированной няни семьям участников специальной военной операции, малоимущим студенческим и многодетным семьям. Депутат Госдумы Ольга Германова отметила, что проект весной будет запущен в пилотном режиме на территории Курска и Курского района. По ее словам, первоначально подготовку пройдут 50 человек. В случае, если будет виден спрос на услугу, количество нянь увеличится. Более 100 предложений поступило от якутян на форум «Сильные идеи для нового времени». Сегодня последующий день сбора предложений на портале Росконгресс РФ. Форум проводится с целью выявления поддержки, реализации инициатив и проектов, направленных на укрепление суверенитета России и достижение национальных целей. Поэтому эксперты отбирают топ-1000 и топ-100 идей. Из них лучшие предложат в марте руководству страны. Инициативы собирают по таким направлениям, как развитие экономики, предпринимательство, качество жизни населения, эффективное государство и другим. «Сильные идеи для нового времени – это когда мы говорим о суверенитете в том числе. Есть в этом году тоже конкурс, конкурс российских брендов «Знай наших». И туда тоже можно податься. И интерес в том, что мы сейчас начали рассматривать свой российский рынок на очень высоком уровне. У нас есть очень много продуктов, которые можно поставлять еще за пределами Российской Федерации. Ну и внутри своего рынка это тоже для нас имеет экономическое значение». Якутская студия «Полигониум» занимается разработкой гиперказуальных игр «Алаз» и «Харон». Суть игры «Алаз» заключается в том, чтобы игрок помог главному герою создать свою большую ферму, добывая ресурсы для построек. Также параллельно командой разрабатывается игра «Харон», где главный персонаж должен сражаться с монстром с помощью оружия. Отметим, что гиперказуальные игры не имеют возрастных ограничений. Они легкие, понятные и доступные. Якутия в области развития креативных индустрий занимает лидирующие позиции. Президент страны Владимир Путин поставил задачу разработать всероссийский стандарт креативной индустрии на примере нашего региона. Над игрой мы уже работаем где-то полгода примерно. И сейчас у нас в команде 4 человека. 4-3-4-4 человека. Постоянно у нас состав есть уже. И сейчас мы делаем упор на то, чтобы закончить игру. В этом году постараемся закончить. Доброе утро. Вы смотрите «Утро Якутии». В республике завершается строительство онкоцентра, которое ведется по поручению президента России Владимира Путина. Кроме того, в рамках профильного федерального проекта в регионах создают необходимую инфраструктуру, совершенствуют процессы и методы оказания медпомощи в данном направлении. Так вот, накануне Всемирного дня борьбы с раком Нерюнгринская районная больница пригласила всех жителей Нерюнгринского района пройти онкоскрининг. Подробнее расскажут наши коллеги. Такое обследование каждый нерюнгринц может пройти не только на этой неделе, а ежегодно, каждый будний день. Онкоскрининг позволяет выявить болезни, провоцирующие развитие злокачественных опухолей, предраковые состояния и распространенные онкопатологии. Анкетирование в электронном виде, затем осмотр вообще, давление измеряем, и я даю направление на онкомаркеры, кровь издаются. Чаще всего начальные стадии незаметны для человека. Ничего не болит, ничто не тревожит, а слабость или мелкие недомогания человек списывает на временную усталость. Но потом обнаруживается, что болезнь прогрессирует. Основная причина четвертой стадии – несвоевременное обращение к врачу. Конечно, первая, вторая стадия – начальные, оперативные, но это уже 90% успеха. Лучше еще не придумано. Диспансеризация, что в себя включает? Это анализы крови, клинический минимум, кровь, мочили, химии, онкомаркеры, кал на скрытую кровь. Ну, флюорография – это само собой. Для женщин это маммография, осмотр у гинеколога. И далее, если там по каким-то анализам будет отклонение, там уже углублены диспансеризации, уже дополнительные методы обследования. Для нирюмгринцев важна не только своевременная диагностика, но и то, чтобы люди с подозрением на патологию могли наблюдаться у онколога по месту жительства. Так, каждый месяц через Центр амбулаторной онкологической помощи в Нирюмгринском районе проходит несколько сотен человек. Каждый третий проходит химиотерапию в дневном стационаре, получая своевременную помощь на месте. Каждый пятый пациент берется под тщательное наблюдение. Все это позволяет оперативно приступить к лечению, минимизируя риски дальнейшего развития заболевания. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нирюмгрин. Ну и в целом, сегодня многие лаборатории и медицинские центры предлагают услугу онкоскрининга. Это комплекс исследований, направленных на выявление у человека онкологических заболеваний. Необходимо ли проходить всем желающим такое исследование? Что нужно знать о современной лучевой диагностике и какими способами возможно диагностировать онкологическое заболевание своевременно? В этих вопросах мы сегодня разбираемся с руководителем Центра лучевой диагностики Якутского республиканского онкологического диспансера Майей Тихоновой. Майя Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Вот сейчас посмотрели материал, такой, да, достаточно хороший от наших коллег нирюмгринских. Вот по вашему мнению, всем ли необходима информация о результатах онкоскрининга и может ли она вообще как-то быть в принципе вредна для пациента? Ну, я считаю, что онкопоиск, онкоскрининг обязательно нужно всем проходить, потому что рак – это такое заболевание, которое может настигнуть всех, особенно людей, которые после 50 лет. Тем более у нас получается, что пациенты к нам приходят на онкоскрининг и должны обязательно проходить, и никакого вреда, наоборот, это будет польза. Только плюс. Ага. А вот сегодня вот до чего дошла медицина, да, техника, вот на какой стадии уже можно определить, да, онкологические заболевания при помощи современного рентген-оборудования? Ну, сама лучевая диагностика, она состоит из нескольких видов, например, такие как ультразвуковая диагностика, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, общий рентген, позитронно-эмиссионная томография. И, конечно, техника развивается, и мы можем выявить заболевание онкологическое на ранних стадиях, на нулевых, на первых, тем более выживаемость при этих стадиях, она 90%. То есть раннее обнаружение, это, в принципе, залог сохранения жизни и здоровья. А вот говоря про лучевую диагностику, вы сейчас перечислили, что, да, в неё входит, ну, вообще огромное количество разных процедур. А могут ли они в какой-то степени быть вредны для человека? То есть, ну, в своё время бытовал такой стереотип, да, что, допустим, рентген, там, у тебя перелом, тебе делают рентген, что вот, это излучение, оно вредно и опасно. Понятно, что там микродозы один раз там в год сделать, ничего страшного не будет. Даже флюрография. Даже флюрография, да. Ну, мы работаем по нормативам, и где-то по нормативам должно быть до 50 микрозыверт. Это, если посчитать, если компьютерная томография, то это где-то в год 20 исследований должно быть. Ну, естественно, мы 20 исследований не проводим, и поэтому сейчас врачи приходят, и вообще в медицинское сообщество о том, что это для выявления заболевания, оно не вредно. То есть 20 раз в год для человека, да, это уже... Предельная норма компьютерной томографии. А какие, может быть, сегодня еще методы диагностики онкологических заболеваний существуют? Ну, методов, лучевых методов, как я перечисляла, их много. В то же время мир не стоит на месте, наука развивается. Например, новые методы диагностики, в ультразвуковой диагностике, например, такие, как эластография есть. То есть уже встроена программа с определением жесткости ткани, которым, можем сказать, зло это или не зло. Также у нас, например, в новом будущем онкоцентре, который ведется, поставили компьютерный томограф спектральный двухэнергетический. Он тоже уже... Там уже нанотехнологии, и мы тоже уже на разнице высоких и низких энергий мы можем определить, зло это или не зло, даже на клеточном уровне, на атомном, на физико- и химическом уровне. Ну, сегодня, да, какие показатели, растут ли вообще онкологические заболевания среди населения нашего? Ну, среди населения, я как говорила, что оно растет, это тенденция к тому, что возраст человека в смерти, она все дальше и дальше, до 80, до 90 лет продолжительность жизни она растет. Поэтому раковые заболевания, они растут. А вот еще такой вопрос, говоря про диагностику. Ну, понятно, что сегодня можно прийти во многих местах, доступно, да, сделать онкостеринг, проверить себя. Но мы знаем наших людей, которые ничего не беспокоят, никуда идти не нужно. Вот для таких людей можно, грубо говоря, совет. На что обращать внимание именно в своем организме, в своем самочувствии и так далее? Что может стать таким звоночком, что лучше пойти провериться? Ну, обязательно нужно заниматься самообследованием. Женщины обязательно должны обследовать свои молочные железы, особенно после 40 лет. До 40 лет нужно проходить ультразвуковое исследование раз в год. После 40-ка маммографии и анализы на онкомаркёры. Мужчины обязательно должны обследовать предстательную железу. Но, естественно, у нас рак легкого занимает первые позиции и рак печени. Поэтому тоже нужно на это обращать внимание и обязательно проходить скрининговое обследование. То есть лучше, конечно, не ждать никаких сигналов. Лучше не ждать. Лучше каждый год и проходить. Майя Ивановна, 4 февраля, все мы знаем, да, день борьбы против рака, да. Возможно, онкологический диспансер будет организовать какие-то открытые мероприятия для населения, для якутян? Ну, именно в этом году у нас большое событие. Мы готовимся к открытию онкоцентра, поэтому мы в основном ведем сейчас осветительскую работу, просвещение. И, конечно же, выезжаем онкобригадами в УЛУСы. И день открытых дверей в этом году, ну, чуть позже, наверное, мы будем делать. Но все-таки будет? Да, конечно, обязательно. Ну, вот, кстати, уважаемые телезрители, хороший повод сходить и обследоваться. Тем более, что мы, да, уже сказали, что каждый день, каждый год лучше ничего не ждать, никаких сигналов организма пойти и провести обследование. Ничего нет важнее, чем наша жизнь. Майя Ивановна, вам спасибо. Ну, а сегодня, 31 января, отмечается замечательный праздник-день, когда позволяет всем возвеличить талантливых людей, способных творить красоту. Думаешь, о ком сейчас речь идет? Ну, я думаю, что каждый вообще из нас, любая сфера предполагает, чтобы создавать, творить красоту. Каждый из нас художник, и художника каждый может обидеть. Ну, вообще, да, сегодня праздник тех, кто, собственно, ваяет красоту, скульпторы, художники и вообще люди, связанные на профессиональном уровне, естественно, с тем, чтобы что-то созидать именно с творческой точки зрения. Да, мы поздравляем всех ювелиров с профессиональным праздником, особенно слова благодарности хочется выразить нашим якутским мастерам, которые известны по всему миру и которые на протяжении многих-многих лет создают национальные произведения искусств. На календаре 31 января. Сегодня Международный день ювелира. По народному календарю Афанасьев день, Афанасий ломонос. Если день выдается выезженным, ранние весны ждать не стоит. Об обратном говорила ясная погода в полдень. Если вороны летают и кружат стаями, это к еще большему морозу. Холода предвещал и громко гудящий самовар. Этот день в истории. Создан государев кабинет, кунсткамера. В Стамбуле издана первая печатная книга с арабским шрифтом. День основания Московского технического университета связи и информатики. Российский отраслевой университет в области информационных технологий, телекоммуникации, информационной безопасности и радиотехники. Принята первая конституция СССР. В этот день родились Франц Шуберт, австрийский композитор. Патриарх Тихон, патриарх московский и всея Руси с 1917 по 1925 годы. Валентина Грязодубова, советская летчица, герой Советского Союза. Ванга, болгарское ясновидящее. Вера Глаголева, советская российская актриса театра и кино, режиссер, народная артистка России. Именины в этот день отмечают Емельян, Афанасий, Мария, Владимир, Кирилл, Сергей, Александр, Михаил, Николай, Евгений, Ефрем, Дмитрий, Ксения, Иларион, Максим. Ну и, как уже сказали, сегодня отмечается день ювелира. Ювелирные изделия бывают не только утонченные из золота и бриллиантов, а могут быть и из более грубых материалов. Кость, металл, бивень, мамонта и рога оленя даже могут заиграть абсолютно новыми красками в руках у умелого мастера. И давайте посмотрим работы Костореза, Марианны Малардировой в нашем следующем сюжете. Уникальные с глубоким смыслом вещи создаются сначала в душе у мастера, потом он это передает миру. И, конечно, когда человек творит по вдохновению, вещи получаются намного интереснее. Это мы с ювелиром Сергеем Мачитовым делали для выставки в сокровищах Якутии, когда у них первая выставка была. Здесь в момент похищения Туяр Муко из Олан-Хо была задумка, чтобы это кольцо было такое, чтобы тело вот этого от устука обвивало пальцы человека. И здесь посыл же там в Олан-Хо такой же, что если у человека хорошие помыслы и хорошие цели, добрые, он всегда их достигнет, потому что высшие божества, они будут ему помогать. И как бы все в руках человека. Когда надеваешь кольцо на палец, ты чувствуешь тяжесть ситуации буквально, потому что кольцо, оно достаточно тяжелое, вот этот металл, это медь. И оно обвивает пальцы, и ты прям физически это ощущаешь. Ты как бы держишь это все в руках и контролируешь это. Вот такой посыл. Туяр Муко из Бивня Мамонта, ну как бы символ чистоты. Часть змеи, она сделана из рока лося, рока леня. И металл вот прям ковал, кузнец из меди. Оно специально вот такое. Вначале я думала, ну хотела вот прям ювелирное там, с камушками. Ну мне вот понравилось то, что оно не такое красивое. Потому что зло, оно же такое некрасивое же, по сути, да, оно как представляется. Поэтому вот такое получилось. Все мы родом из детства, и воспоминания оттуда бывают самыми яркими. Порой эти воспоминания нас спасают от уныния. И чтобы они всегда радовали нас, можно их запечатлеть в украшениях. Эту вот брошку я делала, когда коронавирус начался. И я вот что-то вот вспомнила свое детство в деревне. И решили кроликов завести. И они такие хорошенькие. Я помню, мне дали кролика, и я его посадила глубоко в траву. Ты когда маленький, там сидишь же среди травы, и все такое сказочное. И тебе кажется, что там какое-то существо сказочное выйдет. Ну, таких существ не было, к сожалению. Украшения могут содержать в себе целую историю. Также давать надежду и хранить память. Скульптурное кольцо. Воин. И у него есть конь. То есть это на фаланге надеваешь. У него есть маленький цветочек. Это одуванчик. Символ нашего мира. Если воин подует на него, мир весь разрушится. На самом деле, одуванчик же очень такой. Когда он разрушается, он наоборот, семенами вот рассыпается, и жизнь все равно продолжается. Я когда делала модель, ну, сначала на пластилине, там, криво-косо слепила, ну, так, примерно, чтобы посмотреть объем. И на эскизе там было лицо молодого человека. А потом, когда уже это рок оленя, основание, когда стала делать лицо, основные вот эти черты вырезала грубо. И такое лицо получилось. И оно мне очень понравилось. Бывалого воина. Видно, да, что у него там нос сломанный в другую сторону. Лицо как будто там с ранами. Он как бы активный, то есть еще в седлее, еще мощный. Потом, когда делала подставку, там вообще другая история как бы раскрывается. Постаревший воин, мертвая лошадь, ну, останки лошади. И как будто он пришел навестить боевого друга. То есть смысл в том, что все воины начинаются, и когда-нибудь все равно заканчиваются. И люди, которые воевали, ну, воины, да, они стареют, вверхлеют, все заканчивается. А дуванчики как бы остаются. Действительно, жизнь продолжается. И старые вещи обретают актуальность в наше время. В этом месяце я впервые сделала снеговые очки. Они сделаны, ну, основа сделана из рога северного оленя. Взяла и распилила пополам. Такой кусочек. Вот такой, да, получается. И как раз вот две пары очков получилось. Это пуговицы Чопчу. Старинные, якутские, которые раньше вот одежду нашивали. Это у нас есть ювелиры. Синдали дизайн. Они не делают копии с археологических расхопок. Они очень приятные, такие тяжеленькие. И добавляют определенный такой шарм очкам. И вот такие очки можно реально носить весной. Я заметила, что очень многие стали носить такие металлические, эти снеговые очки специальные. Вот. И их можно носить как украшение, конечно же. То есть там чуть-чуть ремешок поправить и на шею носить. То есть можно круглый год пользоваться. Вообще я хотела сделать подставку для них, чтобы как интерьерная вещь была. Так и происходит связь поколений, традиций и быта народа, которая не дает забыть в своей корне. Ну а тем временем день вдохновите свое сердце искусством. Это ежегодный праздник, который отмечается 31 января. Искусство, вероятно, существует столько же, сколько человеческая цивилизация. Его ценят как за красоту, так и за счастье, которое оно дарит тем, кто его видит. Первые артефакты человеческого искусства, обнаруженные археологами, относятся к каменному веку. Со временем развились различные формы искусства, такие как живопись, музыка, театр, скульптура, танец, поэзия и фотография. Из широкого спектра произведений искусства, созданных в мире, произведения, которые вызывают слезы или радостный смех, остаются на всю жизнь. Неважно, тронут ли музыкой или заглянули в душу художника через его работы. Искусство способно изменить и вдохновить сердца. Искусство позволяет человеку выразить собственное воображение и творческие способности. Это также форма общения, которая преодолевает языковой барьер. Искусство играет важную роль в различных аспектах, например, в развлекательной терапии, повышении осведомленности и пробуждении всех видов эмоций. Говоря про свойства и практическое применение искусства в виде общения, преодолевая языковый барьер и так далее, можно же сказать, что искусство – это же еще такой момент фиксации знаний человеческих. То есть если мы, допустим, началась человеческая цивилизация, тогда и появилось примерно искусство. Но мы можем же заглянуть еще дальше, в тот же каменный век, когда человек еще не был таким человеком, каким мы его знаем. Он жил в пещерах, и он же оставлял эту информацию в виде наскальных рисунков. То есть это было искусство в виде рисунка, которое передавало информацию, может быть, следующим поколениям людей и так далее. То есть искусство, оно в своем роде может и быть кладезью истории. Прямо с самых таких дней еще до нашей эры, которые, да? Да. Или возьмем уже чуть поближе какие-нибудь работы баталистов, которые рисовали морские сражения. Это же тоже какое-то было историческое событие, которое сквозь века пронеслось в виде вот этой картины. И сегодня люди могут прийти, посмотреть и примерно даже представить, как это историческое событие происходило. Вообще, я считаю, каждый человек должен приобщаться к искусству. И не только сегодня, в этот день такой очень важный, да? Причем и молодое поколение. Очень важно им приобщаться к искусству, ходить в музеи, познавать что-то новое. Обязательно. И вообще, любите не себя в искусстве, а искусство в себе. Вот и тогда все будет прекрасно. Как сказал. Ну, это про любое можно говорить. Вот именно. Меняешь вместо искусства другое слово, и все получится. Ну, а тем временем мы каждое утро выходим на улицу. И первое, что мы ощущаем, что же это? Вот, Кать, как ты думаешь? Что ты вот ощущаешь, когда выходишь на улицу первое? Ну, первое, что я делаю, когда выхожу на улицу, это я вдыхаю. Вдыхаешь. В воздух. В воздух. А пока ты не выходишь на улицу, не вдыхаешь воздух? Не вдыхая, но на улице. В смысле, свежее, свежее, да? Вдыхается, да. По-другому, да? По-другому, свежее. Ну, да, кстати, особенно зимой. Особенно зимой. Свежо-свежо. Прям, мне кажется, воздух чистейший. И вообще, в принципе, мороз же, он тоже имеет свой. Для тебя чем зима пахнет? Ну, вообще, зима у меня, я бы сказала так, пахнет периодически. Вот каждый месяц он по-своему чем-то пахнет. Ну, к примеру, ноябрь, декабрь, да, это, конечно же, запах ели, мандаринов. Вообще пахнет чудом. Я бы так выразилась, да. Ну, а февраль, март, это уже такие близкие к весне месяцы, когда в воздухе пахнет цветами, тюрпанами, шоколадками. Замечательно у тебя как-то вкусовые, да, эти ассоциации. Я вот, в принципе, не чувствую запаха вот какого-то сезона. Ну, может быть, где-то отдаленно что-то, я больше по-визуальному. Запах грязного снега еще есть в апреле. Ну, да, кстати, да, возможно, в апреле. Или запах грязного снега, запах 30-ти градусной жары. Да, в мае это вот первые растения, которые выходят, да? Ну, да, кстати, зелень начинает. Действительно, надо призадуматься. Ну, а пока призадумаемся, давайте посмотрим сюжет и узнаем о том, что вот доказано, что холод имеет свой запах. Вот какой, узнаем сейчас. Доброе утро! Меня зовут Анастасия, и я мастер по созданию ароматов. И сегодня я хочу ответить на такой интересный вопрос, почему холод имеет запах. Все мы с вами знаем, что зимний морозный воздух отличается совершенно иначе пахнет, нежели чем летний запах. И тем более, если мы высушим, например, постельное белье на морозе и потом его занесем домой, очень долго этот запах сохраняется. А дело все в том, что в зимнем морозном сухом воздухе повышена концентрация озона. А озон это самый свежий и очень приятный для нас аромат. Мы можем его встретить как на морозе, так и летом, например, после дождя или, например, у каких-нибудь очень мощных водопадов или где-нибудь на морском побережье мы тоже встретим аромат озона. Но тут возникает другой вопрос. Вы, наверное, тоже часто замечали, что холодный запах чувствуется гораздо слабее, чем горячий. Например, холодный суп пахнет намного меньше, чем разогретый. Все дело в том, что в холодном состоянии молекулы двигаются намного медленнее, и им тяжелее поступать на наши рецепторы и в наш мозг. Тогда почему же мы так ярко чувствуем запах мороза? А дело в том, что из-за мороза у нас задействуется и раздражается тройничковый нерв, который находится у нас в голове и отвечает в том числе за восприятие запахов, за наше обоняние, и поэтому мы чувствуем так ярко этот приятный и свежий аромат озона. Также озон мы можем встретить и в парфюмерии, в его синтетическом варианте. Например, морской озон. А непосредственно в создании аромата в парфюмерии аромат озона добавляется для того, чтобы придать свежее и такое акватическое направление вашему аромату. То есть, если представить ваш аромат на полочке, он бы обязательно был в каком-нибудь синем или голубом флаконе, а в рекламе была бы или морозная какая-то свежесть, или, например, девушка у океана. Поэтому обращайте внимание, когда вы ходите по парфюмерным магазинам, на цвет флакончиков, потому что синий или голубой цвет может сказать о том, что как раз этот аромат очень свежий. Ну и, конечно, свежесть придают такие стандартные леденящие нотки, например, как мята, эвкалипт или, скажем, ментол. И сейчас мы все, конечно же, ждем приближения весны и теплоты, но пока у нас есть такая возможность, и на улице у нас мороз, давайте наслаждаться настоящим и натуральным запахом свежего озона. Доброе утро всем, кто сейчас смотрит нас и чаевничает за утренним чаем. Все наверняка не расслышали, что чай, напиток, это чудодейственный, не только вкусный, но и максимально полезный. Как оказалось, полезен он может быть не только в употреблении, но и в быту. Вот расскажем о нескольких способах, как использовать повторно чайные пакетики. Чайные пакетики Чайные пакетики И вытереть его насухо бумажным полотенцем или тряпкой без ворса. Тараканы, пауки и другие насекомые не любят запах чая. Разложите использованные чайные пакетики в возможных местах их обитания, и они там больше не появятся. Если поместить использованные чайные пакетики в холодильник, там всегда будет приятно пахнуть. Чай впитает лишние запахи продуктов и поддержит правильный баланс влаги. Знали ли вы, что чай помогает избавиться от неприятных запахов из обуви? Нет? Тогда вам следующий совет. После того, как вы использовали чайный пакетик, дайте ему хорошо высохнуть и поместите в сапоги или кроссовки. Пакетик впитает в себя всю лишнюю влагу и затхлость. Отличный и разумный способ хранения обуви. Пейте чай и пользуйтесь нашими советами. Кстати, зимой очень прикольно, ну хорошо, классно, чайочек горячий. Садишься вечером с лимоном, кто-то с чаем, чай с чаем. С медом. Когда-нибудь чай с чаем пила. Ну а зима так, кроме того, время, когда организм приходит в режим энергосбережения и помимо этого начинает откладывать запасы в своем теле. За зиму не мудрено набрать пару лишних килограммов, которые с наступлением весны можно легко сбросить, всего лишь увеличив время прогулок на улице. Ну а что, если за зиму набрал не один и не два килограмма, а намного больше? И при каком весе можно говорить об ожирении? Как правильно рассчитать индекс массы тела, расскажет наш доктор. Доброе утро. Такой диагноз, как ожирение, ставится в случае, когда вес относительно роста превышает максимально допустимый на 15% и более. Для женщин параметры здоровых показателей массы тела отличаются от рекомендаций для мужчин, но метод расчета для всех остается единым. Это формула определения индекса массы тела. Этот расчет является универсальным, не дифференцированным методом, поскольку не учитывает возраст, плотность мышечной массы, склонность к отючности и другие параметры, важные для своевременной диагностики ожирения. Однако расчет дает весьма убедительное представление о текущем индексе массы тела и пользоваться этой простой формулой рекомендуется для самостоятельного контроля собственного здоровья и организации личных планов питания. Как для мужчин, так и для женщин степень ожирения классифицируется следующим образом. Люди с индекса массы тела от 20 до 25 считаются находящимся в желаемом диапазоне веса. Лица с индексом массы тела 25-30 имеют низкий относительный риск. У людей с индексом массы тела 30-40 есть умеренный риск, а те, кто имеют значение выше 40, описываются как патологически страдающие ожирением и явно относятся к категории высокого риска. Основным недостатком использования веса тела и индекса массы тела является то, что, например, спортсмены с высокой мышечной массой могут попасть в группу с высокой индексом массы тела. Для того, чтобы вычислить индекс массы тела, воспользуйтесь онлайн-калькулятором. Также вы можете измерить окружность талии и бедер. О наличии центрального ожирения можно говорить в том случае, если окружность талии у мужчины равна или более 94 см. У женщины 80 см или отношение окружности талии к окружности бедер более 0,9 у мужчин и более 0,8 у женщин. Окружность талии более 100 см в возрасте до 40 лет и более 90 см в возрасте 40-60 лет, как у мужчин, так и у женщин, является показателем висцерального ожирения. Это повышенный риск сердечно-сосудистых и других заболеваний, связанных с ожирением. Отмечается при окружности талии более 100 см у мужчин и 90 см у женщин. Будьте здоровы! Ну а, Паш, ты умеешь индекс массы тела рассчитывать правильно? Конечно. И не делаю этого никогда, потому что я боюсь цифры, которые мне там покажут. Не, ну вот. Зима, зима. Я просто человек как, да, вот зимой организм, он набирает, ну, чтобы зиму пережить. Я человек запасливый, немножко местами хозяйственный, поэтому... По тебе видно. Как бы запасов много не бывает. Они не портятся, да, вот как бы срок годности у них не выйдет. Я поэтому на три зимы вперед накопил, и все. А на три зимы вперед, да. Да, ну сейчас, может, четвертая подкапливается уже. Ну как бы, а потом, что случить, а у меня на четыре зимы хватит. Ну, Паш, я знаю, что ты хороший человек, а хорошего человека, как говорится, должно быть много. Конечно, да, спасибо большое. Вот, ну как бы я, видимо, доказываю, что хороший раз у меня много становится. Что ж, на этой такой очень важной, но и в то же время немножко юморной ноте мы хотим передать слово нашим коллегам из информационной службы. Познакомимся с последними событиями к этой минуте. Далее блок новостей. Мостовые переходы с общей протяженностью около 178 погонных метров планируют сдать в этом году в республики в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Также отремонтируют существующие сооружения. Искусственные сооружения после реконструкции возведут через реки Альчан в Тампонском районе, Чоналыр в Мирнинском районе и Хатынурях в Кобяйском. Ввод этих сооружений обеспечит не только бесперебойный безопасный завоз продовольственной и промышленной продукции в арктические районы республики, но и снабжение объектов промышленности Якутии. Также планируется ремонт двух мостовых переходов через реку Вилюй в Мирнинском районе с протяженностью более 333 погонных метров, которые обеспечат связь трех районов – Аннабарского, Оленекского и Мирнинского. Комитет Государственной Думы одобрил ко второму чтению законопроект о конфискации имущества за фейки об армии. По словам главы комитета, законопроект будут предлагать рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 31 января и в третьем чтении 1 февраля. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал Палате парламента принять во втором чтении законопроект, которым предлагается ввести в Уголовном кодексе Российской Федерации возможность конфискации имущества за фейки российской армии и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Безопасность жителей и гостей Якутска в приоритете городской мэрии. В Якутске начинается трехмесячник по вывозу снега с улиц и дворовых территорий. Своевременная уборка и вывоз снега решает не только эстетическую проблему, но и позволяет безопасно перемещаться пешеходам. На текущий момент силами управляющих компаний с придомовых территорий убрано и вывезено около 20 тысяч кубических метров снега. Однако специалисты готовы к любым погодным условиям. Мы срываем, подготавливаем и уже идет основная техника. Шесть машин, 60 кубов, 60-70 кубов, да, за смену. У нас за сутки 30 машин ходит. Полторы, две с половиной тысячи завозится в сутки снега нашими машинами. В Якутске многодетные семьи с пятью и более детьми могут посещать спортивные объекты бесплатно. Также льготы предусмотрены для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для получения услуги необходимо предоставить удостоверение и справку о составе семьи. Детям-сиротам нужен документ, подтверждающий статус ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей. Для лиц в возрасте от 19 до 23 лет дополнительно необходим билет учащегося или студенческий билет. При коллективном посещении требуется заявка руководителя учреждения, организации, школы-интерната, замещающей семьи. Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 2024 года в России годом семьи. Такое решение принято для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. В Якутской национальной гимназии появились новые орлята. В торжественной обстановке 120 первоклассников гимназии приняли в движение Орлята России. Каждому из них были вручны значки и галстуки. Они узнали, кто такие орлята, чем они занимаются и какими качествами должны обладать участники движения. Напомним, что программа Орлята России – первая ступень российского движения детей и молодежи. Это масштабный всероссийский проект для начальной школы по воспитанию активных граждан нашей страны. Программа охватывает 510 школ, но мы стремимся к 100% охвату, так как программа является возрождением октябрятского и пионерского движения, которое было в советское время. И хотелось бы, чтобы большее количество детей было охвачено программой, и они в школе прошли все этапы активного детского общественного движения, потому что это является начальной ступенью движения первых общероссийской организации. К этому часу это все новости. Хорошего дня! Утро Якутии. Продолжаем на телеканале «Якутия-24». Продолжается второй телевизионный песенный интерактивный конкурс «Вот это да». Наша съемочная бригада побывала в разных городах региона, записала конкурсантов. И первыми свое мастерство покажут мирнинцы. Эфир состоится уже 4 февраля. Накануне 3 февраля мы вспомним финалистов первого конкурса о том, как состоялись съемки телепроекта в Нижнем Куранахе Алданского района, расскажет наш коллега. Здравствуйте всем! Меня зовут Абуткин Данил, мне 32 года. Я из поселка Нижний Куранах, Алданский район. Данил Абуткин, один из участников проекта, работает художественным руководителем и светооператором в Доме культуры «Металлург». Здесь собрались участники из города Томота и поселка Алданского района. Конкурсанты исполняют свои песни без зрителей. И именно это было непривычно для многих участников конкурса. Обычный концерт – это тогда, когда артисты видят зрителя. Есть условия работы с конферансье, а проект – это когда ты работаешь непосредственно с телекамерами, когда ты не подвержен аплодисментам, у тебя совершенно другие эмоции, тебе нужно полностью показать себя со всех сторон, зрителю так, чтобы тебя приняли таким, как вот ты хочешь себя показать. Еще одна участница сама обучает исполнительскому мастерству детей. Ее ученики часто принимают участие в концертах и конкурсах в Алданском районе. Я не случайно песню выбрала, я тоже связанную с детством, которой я в полной мере пытаюсь раскрыть все те чувства, которые я ощущала именно в тот период своей жизни. На сцене Дома культуры «Металлург» снимали сразу два конкурса. Пели не только профессиональные музыканты, но и участники самодеятельности. Даже когда с работы прихожу, снимаю усталость пением. Могу петь по три, по четыре часа в день. Дом культуры «Металлург» радушно принимает съемочную бригаду телеканала «Якутия-24» уже не в первый раз. Здесь работают настоящие профессионалы. Благодаря слаженной совместной работе коллектива Дома культуры и телеканала в Нижнем Куранахе состоялся настоящий праздник песни. Надеемся, что после этого конкурса в республике услышат новые имена исполнителей, их замечательные песни, может быть, даже за пределами республики. Ну и сегодня мы пригласили продюсера проекта «Вот это да», Юлию Михайлову. Юля, здравствуй. Привет. Доброе утро. Недавно из Мирного вернулись в Нижнем Куранахе. Вы побывали. Как вообще участники этого года? Участники замечательные в этом году. В прошлом году у нас состоялся первый наш конкурс. Это было классно, здорово, необычно. И у нас было несколько городов. Это Нерюнг, Риалдан, Мирный, Ленск, Олюкминск. Ну, в общем, и Якутск, конечно же. Но за это время, за летний период, вот осень началась, и многие города начали спрашивать, а почему, если вы будете продолжать конкурс, почему не участвуют другие города? Например, северные города, например, вот, ну, тот же город Тамот, допустим, да. И в этом году мы, конечно же, учли вот эти все пожелания и расширили нашу географию. Поэтому в этом году у нас еще будет город Покровск. То есть участников по количеству тоже больше становится? Конечно, да. Мы отдельно выделили участников в отдельную концертную программу «Смотр». Это город Тамот, Алданский район, ну и Покровск у нас будет тоже в одной отдельной городе. Сюда же мы прибавили тех участников, которые не смогли, допустим, предоставить нам по 10 участников. Это город Ленск и город Нерингре и Олюкминск. Поэтому у нас будет одна такая некая группа большая, это сборная. Их там будет примерно 10 участников, они будут конкурировать между собой. То есть, естественно, будет два победителя, как обычно, как и в прошлом году. Один от телезрителей, второй, это, конечно же... Да, народное голосование, интерактивный конкурс у нас. Почему интерактивный? Потому что мы запускаем после каждого выступления, после каждого эфира, начинается голосование, смс-голосование. И, конечно же, любой житель нашего региона может проголосовать за понравившегося участника, отправив смс. И тем самым, возможно, подарить своему любимому участнику победу. Да, конечно. А один, конечно же, выбирается победитель, это уже по мнению профессионального жюри. У нас в составе жюри это люди, которые относятся к музыке непосредственно. То есть, это те люди, которые знают, умеют и вообще ценят музыку. Ну и, соответственно, они могут определить те или иные вокальные данные всех наших участников. Кстати, а вот в состав членов жюри вошли те же люди, которые в прошлом году или уже новые лица? Катя, ну нет, конечно же. У нас конкурс, вообще мы даем возможность проявить себя, выйти, показать себя, как говорится, со всех сторон. Ну, абсолютно всем, потому что наша компания, ну она такая открытая, да. Конечно, члены жюри, естественно, каждый год у нас новые в каждой территории, в каждом городе. Это те люди, которые проживают там непосредственно, работают со своими же вокалистами. Это преподаватели детских музыкальных школ, как правило, или руководители каких-то, ну, в общем, студий записывающих. В общем, люди, которые непосредственно имеют отношение к музыке. У меня проделась идея перед, может быть, на следующий год, да, эфирный, перед проектом, вот это да, очередным сезоном запустить другой проект, где будет конкурс среди жюри, и будут выбираться те, кто будут отценивать участников. Да, кстати, это неплохая идея. Я думаю, участников наберется очень много. А вообще, участников, желающих, да, стало ли больше в этом году, наверняка, вот исходя из опыта прошлого года, наверное, люди посмотрели, тоже захотели, заявок много? Вы знаете, это удивительная вещь. Мы запустили вначале, мы же работаем, сотрудничаем с Министерством культуры, и Министерство культуры, конечно же, радеет за то, чтобы их именно работники принимали участие в этом конкурсе. Но в этом году как-то так вот сложилось, что работников культуры у нас по разным причинам, кто-то в отпуск ушел, кто-то там переехал, кто-то еще, в общем, разные причины, получилось, что их было немножко меньше, и мы запустили, как бы, скажем, народные такие объявления через различные группы в социальных сетях. И вот благодаря социальным сетям к нам обратилось очень много людей. Те люди, кстати, которые, ну, где-то и самодеятельно поют, да, ну, где-то под гитару, допустим, бардовская песня, или исполняют свои песни, кстати говоря. У нас есть тоже такие участники, это классно, это круто. Есть те, которые учились этому специально, имеют какое-то образование, но вот в рамках этого конкурса мы никому не даем вот поворот, как говорится, да, от дверей. Пожалуйста, проявляйте себя, пойте, потому что петь это классно, это круто, и вообще песня нам и жить, и строить помогает, да? Помогает, да. А какие-то критерии отбора все равно участников присутствуют? Изменились ли они по отношению с прошлым годом? Ну, может быть, есть какие-то нюансы? Вы знаете, в каких-то районах, в каких-то городах, да, у нас такое требование было, чтобы не менее 10 участников. Где-то вот это количество, оно было, вот, правило именно соблюдено, да, а где-то в каких-то территориях у нас получилось, что участников было крайне больше, так сказать, заявленной цифры, да, поэтому, но мы не можем, у нас же эфир не резиновый, поэтому, к сожалению, мы не можем абсолютно всех взять. И поэтому где-то вот в прошлом году в Якутске было очень много... Какой-то фильтр проходил. Да, был какой-то первый фильтр, который прошли наши участники. В этом году как все сложится, ну, посмотрим. Естественный отбор. Ну, получается, да. Самое главное – вокальные данные. Юля уже сказала, что голосовать можно во время каждого эфира, да, или после каждого эфира, то есть отправив СМС-сообщение. Сколько можно максимально СМС-сообщение отправить за полюбившегося, да, участника, и сколько по времени, какой вообще процесс голосования? Голосование будет проводиться, вот, допустим, с 3 февраля, дорогие друзья, у нас начинается вообще вот наш песенный старт, вот мы дадим, да. То есть мы вспомним в начале тех, кто попал в финал в прошлом году, это первый наш песенный конкурс. Там вообще крутые исполнители, у них такие голоса, ну, просто вот шикарные голоса. В этом году, конечно, наших зрителей ожидает не менее приятные вещи, ну, как бы открытие они могут, скажем так, совершить, да, что оказывается мой сосед, допустим, по Алданскому там, ну, допустим, в соседнем доме проживает Соловей, Соловья зовут так-то. Ну, это все узнаем во время эфиров. Так вот, когда будет запуск конкурса того или иного города, вообще конкурс начинает город Мирный, это наша самая дальняя, так сказать, точка, куда наша съемочная бригада добиралась целых два дня. И во время эфира начнется голосование, которое продлится неделю до пятницы. В пятницу вечером голосование закроется, то есть неделю проголосовали хоть кто, хоть откуда, из Москвы, Подмосковья. В прошлом году у нас голосовала за наших участников практически вся Россия. Очень многие регионы, Бурятия, насколько помнен, да, у нас Ультин Дашипылов стал первым голосом нашего первого конкурса «Победитель». Вот, то есть голосовать можно хоть откуда, сколько раз это тоже... И помочь своим, опять же, полюбившим участникам. Ну, получается, 4 февраля все прилипаем к экрану, смотрим, потому что, ну, вот это да будет. И, собственно, будем наблюдать и выбирать своих любимых исполнителей Юлию. Спасибо, что пришла, нам рассказала, с телезрителями немножко поделилась таинством, так сказать, этого проекта. Ну, а вам, дорогие телезрители, мы желаем сегодня хорошего дня, отличного настроения. И напоминаем, что 4 февраля включайте телеканал. Поэтому всегда оставайтесь на нашем телеканале.